Это ЕТВ. Здравствуйте. Программа «Работа и карьера». Мы продолжаем рассказывать вам о самых интересных профессиях Екатеринбурга. И сегодня вы узнаете ни много ни мало о профессии хоккеиста. Именно поэтому сегодня за нашим столом нападающий хоккейного клуба «Автомобилист» Алексей Симаков. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. И наш помощник, человек, который связывает всех хоккеистов с общественностью, Алексей Голанов. Здравствуйте, Алексей. Дорогие друзья, я напоминаю вам, о вас ставлю в известность, о том, что мы выходим в прямом эфире. Вы можете задавать любые вопросы, оставлять комментарии. Наш сайт екбург.тв, адрес нашего скайпа етв, нижнее подчеркивание, тв. Ловите момент, задавайте любые самые каверзные вопросы. Наши гости на них обязательно ответят. Алексей, вам 35 лет, не секрет. Мне так видится, что ваша спортивная карьера уже близится к концу. Ну, не надо, не надо. Торопитесь, нет. До какого возраста хоккеисты могут играть настолько, чтобы не подводить команду? Играть продуктивно, профессионально? Подводить, конечно. Тут индивидуально всё. В зависимости от травм. Во-первых, тут режим, естественно, питание. Всё зависит. Очень многое. Ну, вы сколько ещё планируете продержаться на плаву? Я планирую. Тут нельзя загадывать. Тут, если травмы тебя обойдут стороной, серьёзные, то как можно дольше. Ну, хорошо. Лет до 40 примерно. То есть, ещё 5 лет вам осталось? Ну, хотелось бы, конечно, так. Осталось. Ну, Алексей у нас лучший, один из лучших нападающих прошлого и позапрошлого сезона. Ну, конечно. Вы же пришли сюда для того, чтобы... Естественно, он про своих очках не помнит просто, сколько забил. Но действительно ключевой игрок. Нет, я просто такой, как бы, скромный, не люблю. В топ-5 нападающих входит. А кое-как 15 там или 16. И как выглядит апофеоз карьеры вашей? Ну, я хотел бы остаться всё равно в этой сфере хоккейной. Хотелось бы быть тренером. Детским, взрослым? Не детским, точно. Взрослым хотелось бы остаться в системе автомобилиста. Ну, если это получится, вот, быть там сначала помощником, тренером, не знаю. Вообще, там мечта потом главным тренером, там, КХЛ, там, сборной. Ну, вот так. Хорошие у вас мечты. Вы сказали, что если травмы позволят, а какие самые часто встречающиеся травмы у хоккеистов? Ну, самые-то, естественно, там, ушибы, рассечения, всякие растяжения. Вот, посерьёзнее, ну, мелкие сотрясения бывают. Посерьёзнее, это уже, там, идут разрывы, какие-нибудь, там, связок, в основном это плечи, колени. У вас что? У меня не было ни переломов, ни разрывов, ничего. Разве можно так играть, чтобы не было ничего? Ну, это не значит, что я там, это не значит, что я там себя берегу или как-то на поле, так сказать, избегая силовых моментов, приёмов, это нет. Ну, вот так вот. А зубы больное место? Зубы. Очень больное, но мне не убивали. Ну, тут ты догадаешь, кстати. Вот Соколов случай весёлый, да, был, когда мы играли в том году с трактором второй или третий матч, и ему случайно на горло коньком наступили. Ну, не на горло там. Ну, то есть, кровища хлещет во все стороны, все болельщики в тихом шоке. В панике. А он через матч выходит снова играть. Но повезло, конечно, что всё обошлось. И там просто сработали профессионально. Да, и врачи, и, в общем, это было достаточно страшно. Но это не единственный случай, конечно, с горлом. Были такие в НХЛ, но всё равно это страшно. Вы принесли с собой амуницию. Расскажите, пожалуйста, в чём её прелесть? Вот рядом со мной лежит клюшка. Я уже задавала вам вопрос, почему их, это же у вас целый ритуал, обмотка клюшки. Ну, каждый игрок обматывает, естественно, свою клюшку, вот это, чтобы шайба не исходила, так сказать, что ли. Вот, есть чёрная лента, есть белая лента. Это чисто эстетический момент, чёрная или белая? Ну, кому как нравится, я не знаю. Я чёрная мотаю, потому что мало заметна шайба с чёрной. Она сливается с чёрной. Так вам же, наоборот, сложнее. Вратарю от этого, как бы... А, вратарю сложнее, а вам легче. Да, естественно, Регер. Ну, мне как легче, я как бы не обращаю на это внимания, вот. Мало смотрю на шайбу, когда и на клюшку. Это ваша клюшка, вы ей играете? Жалко, не подарите нашим телезрителям, которые, кстати, присоединились к нашей беседе. А есть ли такое понятие, как клуб женских хоккеистов? А, извините, клуб жен хоккеистов. Ведь это же как с военными всё время куда-то переезжаешь. Есть клуб жен? Есть, у нас есть целая вип-ложа, где одни жёны хоккеистов с детьми. Это целая отдельная история. Такой весёлый. Шум гам постоянно стоит там. Не, ну, это естественно. Мы как бы... Команда это как одна семья. Вообще, и тут и жёны вместе, и все мы вместе. Жёны все на хоккей с детьми собираются, в одной ложе сидят. В некоторых клубах вообще жёны, когда там плывов идёт. Какая-нибудь уже там финальная игра, в финале, например, играют на седьмую игру даже. Вот и жёны все, по-моему, ездили, я как помню. Алексей, вот Вы сами с помощью нашего зрителя заговорили про жён. Скажите, пожалуйста, профессия как-то влияет на удачно или неудачно складывающуюся семейную жизнь? Вот конкретно в Вашем примере. Ну, меня, честно, не влияет. Конечно, жена должна понимать всё равно мужа, когда он приходит после поражения, злой, она должна или поддержать. Спрятаться, она должна сразу спрятаться. Ну, или не подходить, не надоедать. Пройдёт несколько минут, час, успокоишься уже. И вообще не надо как бы вот эти негативные эмоции приносить в дом. Ну, какая у Вас профессиональная деформация психики? Вид спорта жёсткий, агрессивный. Ну, я часто прихожу домой, особенно если после поражения, долго не могу отойти. Вот, постоянно какие-то мне моменты, эпизоды из матча, что где-то если бы я сыграл по-другому, там, более удачливый, или забил бы, может быть, и результат бы был бы другой. Вот, иногда эти даже заснуть не могут, и пяти утра всё это перебираешь. И во сне тебе эти всё моменты, как бы вот ты так сыграл, так сыграл. А, в кошмарах вскакивает. Ну, да, вот. Вот. Сам с собой сидит, разбирает на планшете. Как бы лучше сыграть. Ну, это анализируешь свою игру, свои ошибки. Это нормально. Но у Вас был неприятный эпизод. Вот, в личной жизни у Вас не сложилась там семья. Это не из-за работы. Потому что у меня, возможно, из-за работы не сложилось. В первый раз. У меня нет. Точно нет. С девочками, с дочками. Дорогие друзья, Алексей, две прекрасные дочки. Часто удается общаться? Ну, в сезоне мало времени на это представляется. Потому что постоянно тренировки, игры, командировки ездим. Ну, в отпуске, естественно, как бы видимся часто. Вот, я их очень люблю. Вот, они у меня теннисом занимаются большим. Ну, посещаю матчи, они там турниры разные. Держу с ними. Например, дочки-то у него ни одного матча не пропустили. Они постоянно там у нас на секторе сидят. Он-то их не видит. А они постоянно бегают, в стекло долбятся ему, там кричат «Сима». Достаточно забавно. Это Ваше профессиональное прозвище? Сима? Ну, это как бы еще... У меня папа тоже в хоккее играл. Это все вот идет. И его так же называли Симой, и меня Симой. Ну, так... Девчонки дома, дочки сидят «О, Сима пришел!» Нет, ну, дети, конечно, так не называют. Достаточно проблем, не все друг другу по фамилиям и не передергают. Чтобы легче было крикнуть на поле «Сима» и все. Ваше личное мнение по поводу серии плей-офф «Основные причины поражений»? Так. Мне тоже интересно. Мое личное мнение... Ну, скажу так, что наша команда... У нашей команды, у некоторых игроков вообще практически не было опыта игры в плей-офф. Вообще. То есть там любая ошибка, она очень могла повлиять на результат. Вот. Она, как сказать, цена... Цена ошибки высока. Да, очень высока. Ну, что значит не было опыта? Все равно вы тренируетесь. Ну, молодые игры, скажем так, на вылет игры именно. И просто регулярка – это разные вещи совсем. То есть тут даже психологически сложнее выходить. Тут Алексей как бы достаточно прав. Вот. И команда, скажу так, достаточно тоже молодая. Вот. И некоторые игроки не имели опыта выступлений. Ну, плюс у нас соперник был достаточно опытный в этом. Они практически ежегодно выходили в плей-офф. Да? Вот. Я не скажу, что мы им там... Потому что уступали каждую игру. Все четыре игры мы проиграли им в одну шайбу. Вот. Где-то не повезло. Я говорю, где-то не хватило хладнокровия. Вот. Ну, это не страшно. На самом деле будет Кубок губернатора, они приедут, и нам надо будет их просто... Дорогие друзья, к вашему сведению, Алексей, есть такой феномен, что те зрители, которые сидят перед телевизором и смотрят хоккей, гораздо лучше в нем разбираются, чем вы сами. Сегодня в днем матерки проходил хоккейный опрос. Давайте узнаем, что думают наши горожане о хоккее. Чем он хоккейный?